Друзья, сегодня 4 октября, мы в московском дворце молодежи. Сегодня здесь действительно очень большое событие. Наверное, одна из самых нашумевших историй о любви, опере, конечно, о таинственном призраке в маске станет доступной и для российского зрителя. И, что особенно приятно, в первую очередь она станет доступна для романтиков. Рядом со мной находится замечательная девушка Алиса, которая поучаствовала в нашем конкурсе, выиграла. И теперь мы вместе с ней идем на премьеру призрака оперы. Твой мир реальности с волшебным сном соединяется. Этот мюзикл посмотрели 130 миллионов человек. И сейчас, после московского проката, мы добавим к этому числу, безусловно, в спектакле занято 40 артистов. Костюмов несметное количество, несколько сотен. Ну, бюджет московской постановки превысил 10 миллионов долларов. Полутьма ласкает глаз. Мне кажется, это второе рождение этого произведения. Потому что полгода назад я смотрел этот мюзикл в Нью-Йорке. И мне показалось, что там это было очень уже нафталинно. Наши артисты, наши прекрасные, удивительные голоса дали этому произведению вторую жизнь. Но я поздравляю всех с премьерой. Идите, наслаждайтесь театром. Александр, скажите, а вы смотрели вот британскую или американскую версию? Я не то, что смотрел. Я обливался слезами в Лондоне. И в Антракте просто обнимал колонны в фойе. И так говорил, это не может быть. Потому что это было очень талантливо. Это, конечно, сообщество талантливых людей, которые собрались и каждый сделал свое дело. И в итоге получился шедевр. Я хотел, во-первых, добавить, что я еще видел совершенно другой спектакль, что практически невозможно было. Но это было в Лас-Вегасе. Вообще другой спектакль. И я все время радуюсь, как наши замечательно делают не хуже, а иногда даже лучше, чем американцы. Нам очень приятно быть соучастниками этой премьеры. Нам очень приятно, что организаторы и постановщики выбрали именно нашу компанию, радиостанцию «Романтика» в качестве информационного партнера. И, конечно же, мы рады очень за наших победителей, которые получили уникальную возможность побывать здесь, на премьере, вот в этом шикарном, теплом, красивом зале и увидеть, собственно говоря, легенду мюзиклов. Друзья, ну, с Алисой мы уже познакомились, и вы уже познакомились, но немногие, наверное, познакомились с историей, с той самой историей любви, благодаря которой она попала сюда, на премьеру «Призрак оперы». Алиса, расскажите нам, что это была за история, какой-то магнетизм притянул друг к другу совершенно, честно говоря, разных по темпераментам, по образу жизни, по стилю мыслей людей. Но вот так вот иронично судьба соединила и настроила не только на одну, в общем, музыкальную волну, но и на одну жизненную волну. Поэтому рассказ родился буквально за один вечер и тут же был отправлен по адресу на радио «Романтика». Ваша радиостанция сопровождает меня в пути и на работу, и на учебу, и в кино, и в театр. Вот, а теперь еще и на свидание с любимым человеком. Сразу после премьеры нам удалось побывать за кулисами, где, наряду с журналистами и звездами, актеров поздравила Вероника Леру, правнучка автора «Призрака оперы». Конечно, мы не смогли не поинтересоваться, а верит ли она сама в существование «Таинственного призрака». Я думаю, что события, о которых писал мой прапрадед, действительно реальны. Вот почему мы по-настоящему воспринимаем все, что происходит на сцене. Там много настоящей любви и настоящих страданий, которые заставляют нас в это верить. И я думаю, «Призрак» действительно существовал. То, что я увидела сегодня на сцене, это действительно грандиозно. И я очень горда тем, как российская команда сумела показать историю моего прапрадедушки. Ну, это такая смесь, такой абсолютный какой-то сумасшедший коктейль эмоций и переживаний, и любви, и осознание того, что мы не будем никогда вместе, и какая-то надежда какая-то безумная. Это сумасшествие, полное сумасшествие. Меня распирает. Мне кажется, я сейчас выбрыгну из платья, потому что это все до сих пор продолжается. Мне кажется, я еще не буду спать, наверное, неделю. Сколько адреналина, сколько счастья, сколько восторгов, сколько всего накопилось за все это время, за два месяца, пока мы все это ставили. Вот у меня какая-то просто эйфория. Мне кажется, что вот счастливее быть невозможно. По словам организаторов российской постановки, билеты уже распроданы на несколько месяцев вперед, но мы уверены, что для настоящих романтиков там всегда найдется место. Всем романтикам всегда говорю, пожалуйста, берегите в себе вот это чувство, вот это качество, быть романтичным, тонким, изящным, обостренно чувствующим этот мир, потому что таких людей на самом деле немного. Так что если вы давно мечтали побывать во Франции, предлагаем начать с парижской оперы, которая на ближайшие два года переехала в здание Московского дворца молодежи. Радио Романтика